Цифры, представленные в отчете главы Южно-Казахстанской области, впечатляют. По объемам промышленной продукции наша область занимает пятое место в стране. В сфере сельского хозяйства мы занимаем одну из лидирующих позиций. Южно-Казахстанская область является единственным производителем хлопковой продукции на территории Казахстана. Также наш регион производит 65% бахчевых, 36% ягод и фруктов и 65% винограда всей республики. Глава региона остановился лишь на некоторых аспектах развития области. А его слова о золотом кадровом резерве области зал одобрил аплодисментами. Патриотизм, профессионализм и порядочность – главные принципы кадровой политики. Люди, которые приходят на государственную службу, должны быть чисты и просты в отношении с людьми. Сейчас мы формируем золотой кадровый резерв области, где каждый житель может принять участие. Даем возможность роста всем желающим. От отчета перешли к вопросам. Людей интересовали самые разные сферы, но больше всего коммунальные. В микрорайоне Самал никак не достроят дорогу. Когда уже вы ее построите? Сейчас готовится проектно-сметная документация по продлению улицы Аргенбекова до Тамерлановского шоссе. Житель Сарагаша Жолгашпай Белебаев переживает, что ворота в страну у нас расположены аккурат рядом со скотным рынком. Когда люди проходят такой современный красивый таможенный пост и сразу проходят мимо скотного рынка, зимой еще незаметно. Но летом только представьте, каким запахом встречает гостей земля Южного Казахстана. Действительно, Сарагаш – это ворота не только нашей области, но и республики. И вы задали очень правильный вопрос. Уже в этом году мы планируем перенести скотный рынок в противоположную часть Сарагаша. Что будет со старым городом? Какие объекты появятся в Туркестане, когда будет решен вопрос с трехсменными школами? Глава области дал подробный ответ по каждому из вопросов. Под занавес мероприятия было предложено передать вопросы в письменном виде. Лишь одна жительница области категорически требовала дать ей возможность задать вопрос Акиму. Бейбут Атамколов подошел к женщине и внимательно ее выслушал, пообещав разобраться в ее спорном деле.